Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал зеленую вот такую нимфочку. Но на одной из весенних рыбалок мне удалось в период оттепели попробовать разные мушки. И так как мне были заданы вопросы, как работают розовые и все другие оттенки, я попробовал действительно розовый оттенок. Сегодня мы изготовим, так как эта мушка у меня работала, к сожалению, у меня мушки почти все друзья забирают после рыбалок. Поэтому мы сейчас изготовим новое. Нить я беру, насколько возможно, тонкую. Крючок нам необходим. Номер 18, учитывая наши, допустим, рыбалки в моем регионе. Бусинку я вытачивал на станке, она где-то приблизительно полтора миллиметра. И самым тонким свинцом, который только вот вы можете у себя найти, можно медной проволокой. Огрузил, так как глубина у меня до трех с половиной четырех метров. И на клей все это я одел. Слегка проматываем, стараемся сильно здесь не нагромождать материал, так как тело у этого паучка должно быть достаточно тонким. Сразу нанесем буквально у загиба капельку клея. Клей я тоже вам неоднократно показывал. Это вот я использую вот такой клей для изготовления. И так, чтобы у нас не было горбылей, я в месте перехода свинца к жалу буду крепить материал, которым буду его сегментировать. Стараемся по возможности как можно меньше использовать оборотов ниткой, так как потом все эти неровности у нас проявятся на теле. И подхватываем. Значит, по величине этой личиночки она должна у нас до приблизительно середины нашего загиба. Этого будет вполне достаточно. И я подготовил также из нашей любимой тесьмы вот такого малинового оттенка буквально три пряди, потому что будет очень сложно потом изготовить более ровное тело, учитывая такую толщину. Ну, эту нитку мы уже можем крепить с вами по всей длине. И аккуратненько стараемся виток к виточку не выполнять больших нагромождений. Крепим весь материал и в то же время белой ниткой, так как тело у нас чтобы не проявилось, стараемся выровнять вот все-все-все неровности, которые у нас образовались. Вот столько будет вполне достаточно. И не доходим до нашего шарика, сделаем завершающий узел, уберем нить. Она нам уже практически здесь не нужна. И берем, как обычно, пальцами подравниваем все наши пряди, чтобы они выровнялись в одну у нас ровную нить. Следим за тем, чтобы ложилось ровно, без нахлёстов. Ну, по возможности стараемся так, чтобы виточки заполняли друг друга. И вот так формируем до шарика. Не доходим буквально один миллиметр. Мы с вами изготовили вот такое тело, которое напоминает личиночку. Просегментировали нашим люрексом. Можно проволокой, можно леской. Можно любой материал, который вы, допустим, для себя подберете. И буквально капельку лака. Лак опять вам показываю. Я использую вот такой. Можно использовать другой фирмы. Это не реклама. Главное, чтобы он был глубокого проникновения и имел достаточно хорошую поверхностную плёнку. Подождём, пока немножечко подсохнет. И нам с вами надо будет подобрать пёрышко одно павлина, которое я уже подготовил, и подготовить по величине пирогу ропатки. Этого будет вполне достаточно, чтобы мы закончили с вами мушку. Вот, друзья мои, подсохл наш лак. Я закрепил пёрышко, которое мы с вами подготовили. И пёрышко нашего павлина. Буквально выполняем 2-3 хороших вот таких здесь оборота для того, чтобы обозначить грудку. Лишним он не будет, так как мы не очень много можем намотать. И вот такого количества, я думаю, будет вполне нам достаточно. Не отрезаем. Я его вот так подхватываю. И теперь остаётся нам с вами, ну, учитывая то, что перо очень короткое, я возьму пиродержатель. И выполним буквально один оборот. Вот и всё, друзья мои. Как вы видите, немножечко, вроде бы как с заморочкой, но достаточно уловистая нимфочка, которая чем-то напоминает и ручейника, и другого какого-либо жучка, готова к работе. Ну, величина вы сами видите. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!